Для того, чтобы полегче было, одну ухудекшись здесь, а вторую просто ходишь из затылок. И смеешь тогда вот, и мышца усилилась. Как это будет называться? Методика или... Техника глубоких сухожильных рефлексов, а вторая методика Хосе Паламар. Вообще, это вытекшая из прикладной кинезиологии, но по сути, потом, когда Паламар это все дело, так скажем, открыл, то он поменял процентов, наверное, почти 90 при прикладной кинезиологии, немного в другое русло. Потому что изначально все рассматривалось как проблемы мышц, сухожилий, связок и всего остального, то есть проблем структур. В конечном итоге оказывается, что 95% всех проблем в человеческом деле, это проблемы, как и в компьютерном. Это проблемы программного обеспечения. То есть, если эта ваша проблема попадает под эти 95%, то, как и в компьютере, переустановив программное обеспечение, вы можете восстановить правильную работу человеческого тела. Это какая-то школа? Это концепция. А, концепция. То есть, с помощью этой концепции восстанавливаются проблемы структурного характера, пищевой непереносимости, эмоциональные проблемы, даже восстанавливаются краниальные нервы. То есть, если есть какие-то проблемы краниальных нервов, это проблемы зрения, проблемы, может быть, слуха, тоже это все дело можно восстанавливать. Но, опять же, если проблемы несут именно программный характер, то есть, если они попадают в эти 95%, если не проявились уже физиологические изменения. Можно восстанавливать проблемы после травмы. У человека очень много проблем возникает именно после какой-либо травмы. Скорее всего, вот эта проблема, она может быть и после той травмы молодого человека, когда он говорит, что руку ломал, может быть в том числе. Потому что травма какой-либо конечности, она может приводить либо к общему гипертонусу тела и предрасполагать к травмам. Может быть и не связано. Это все уже определяется именно по течению всех аспектов. А сам этот Хосе Паломар, он испанец или? То есть, это испанец. Ой, мексиканец, прошу прощения, не мексиканец. Хосе Паломар мексиканец. То есть, это у него, ну у него, насколько я понимаю, тогда есть какая-то школа? Ум, ну, прикладной кинезиологии. Ну, поскольку он концепции сделал, у него есть школа. Прикладной кинезиолог, ну уже как бы другое направление. Да, суть в том, что в классической прикладной кинезиологии это все идет, проблема непосредственно рассматриваясь как структура. Но в конечном итоге, при исследовании, определенных открытиях, оказывается, что все эти проблемы это не проблемы структур. Это проблемы нарушения взаимоотношений, то есть проблемы проприоцепции, программного обеспечения человека. И если устранить проблему программного обеспечения, то проблемы структуры восстанавливаются сами. То есть, такие проблемы, как триггерные точки, миогелез, миофиброз, это все эти вещи, это проблемы структуры. Но они, если устраняется проблема программ, они уходят. Потом, проблемы, если у людей там реакция на холод, аномальная реакция на тепло, аномальная. То есть, это тоже решается с помощью проработки рецепторов тепла и холода. Если у человека, допустим, слезятся глаза при ветре, это тоже очень часто проблема убирается, если проработать рецепторы грубого легкого прикосновения. Зачастую в этой области, если у человека слезятся глаза во время ветра или еще чего-то, то эта проблема уходит после проработки рецептора в легкого грубого прикосновения. Все, конечно, у нас в руках имеется аппарат мышечного тестирования. Мышцы человека, они, как я уже показывал, вот эта моделька, она нам эффективно показывает, что как работают именно мышцы. То есть, на самом деле, первичные являются мышцы. Если мышцы имеют правильный тонус, то во время походки они правильно и расслабляются, и усиливаются, для того, чтобы менее происходило снашивание суставов, суставной поверхности. И, допустим, если мышцы теряют свой тонус, у человека какие-то определенные регионы начинают в какую-то сторону смещаться. Допустим, это как шейный отдел в эту сторону, да. И получается, с этой области тонус теряется, мышцы, получается, здесь теряют тонус по каким-то определенным причинам. Компенсатор нам организм, для того, чтобы ваши суставы совсем не разболтались до конца, начинает укорачивать с противоположной стороны. И проявляются так называемые спазмы. Если мы будем устранять вот этот спазм локально, то есть, как тот же самый массаж делать, то временно мы устраним то, что болевые синдромы мышцы пропитаются кровью, все будет хорошо. Но пока не устранится вот эта проблема от того, что мышца потеряла свой тонус, вот этот гипертонус никуда не исчезнет. То есть, необходимо работать зачастую не там, где болит. В общем-то, всё в конечном итоге. Это проблема взаимоотношений между нашими мышцами и нашим мозгом. Есть механизмы тела, которыми мозг восстанавливает все эти вещи. То есть, это глубокий сухожильный рефлекс. Когда мы ходим, у нас эти глубокие сухожильные рефлексы распространяются по всему телу. И мозг тем самым, если вдруг происходит нарушение каких-либо рецепторов, он их устраняет через это дело. Но если вдруг появляется какой-то закольцованный блок, когда появляется одна причина, которая приводит ко второй, приводит к третьей, и третья приводит к первой, то мозг, наше существо такое довольно-таки ленивое, он пытается это дело не восстановить, а просто компенсировать. И когда он компенсирует этот момент, то, соответственно, компенсация каким образом происходит? Компенсация происходит следующим образом. Просто другие мышцы начинают выполнять функцию тех мышц, которые выполняли. Соответственно, мышцы не предназначены зачастую. Допустим, если большие мышцы выходят из строя, то маленькие мышцы, которые расположены рядом, пытаются схватиться, то есть для того, чтобы тело не рассыпалось. Но они начинают перерабатываться. А когда человек перерабатывается, он устает, и мышцы тоже, соответственно, устают.